Ну что ж, дорогие друзья, я вам представляю мою гостью. Это Виктория Коротких, менеджер по связям с общественностью авиакомпании SCAT. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Саида. Ну, я уверена, что вы вам сейчас расскажете все, что мы хотим узнать об авиакомпании. Ну, например, с чего все началось? Я стараюсь. Начну с истории. Наша компания, авиакомпания SCAT, образована в 97-м году, то есть мы стоим у истоков вообще авиации Казахстана. Ну, надо же. Да, была образована группа единомышленников, пилоты, инженеры, бортпроводники. И это было все настолько интересно. Готовилась документация, был приобретен самолет тогда первый, его собственноручно красили сами люди. И спустя год был первый рейс совершен по направлению Алматы-Казаларда. Вот с этого все началось. И были такие тяжелые, нелегкие времена, и, может быть, благодаря этому, веря в успех, в сплоченность коллектива, авиакомпания SCAT на данный момент достигла таких больших высот и является крупнейшим авиаперевозчиком Казахстана на данный момент. Ну, вот вы сказали, все началось с одного и единственного самолета. Мне, честно говоря, сложно представить авиакомпанию, у которой в парке всего один самолет. Сколько сейчас самолетов и какие? На данный момент в парке компании 17 самолетов западного производства. То есть это модели Boeing 737, Boeing 757, 767, это широкофюзеляжный, дальнемагистральный. И также Bombardier CRG-200. И я бы хотела отметить, что из 17 самолетов всего 14 являются собственностью авиакомпании. То есть это вообще отличный показатель. Ну, а как часто летают ваши самолеты? Ну, в день сколько рейсов? В день у нас выполняется в среднем 55 рейсов. Ого. Да. И куда вы летаете? У нас довольно большая сеть маршрутов. Мы являемся лидерами по Казахстану, то есть по выполнению внутриказахстанских маршрутов. Таких у нас 25 направлений. Это то есть по всему Казахстану? По всему Казахстану. То есть мы летаем и в крупные города, и также в областные центры. И у нас мы работаем над расширением сети в ближние и дальние зарубежья. И таких маршрутов у нас более 20. То есть, например, такие города, как Москва, Казань, Астрахань, Махачкала, и Тбилиси, Стамбул. Вот в прошлом году мы открыли рейс в Сиань из Алматы. Ну, а вот сейчас сезон отпусков. Я вот сижу тоже в предпущении. Когда же уже отпуск? Есть какие-то направления новые на сезон отпусков? Открываются вот на этот период, а потом уже нет? Конечно, конечно, открываются. Буквально месяц назад мы открыли новое направление Актау-Сочи и Актау-Батуми, то есть в Грузию и в Россию. И также жители крупнейших городов Казахстана, такие как Астана, Алматы, Шинкент, Атырау, Ак-Туби, они могут полететь с удобной стыковкой в Актау, то есть в эти города. Да, это очень удобно, да, сами летали, открывали, делали презентацию, пресс-конференцию, устраивали, было такое грандиозное довольно открытие. То есть, а для шимкенцев оно прямо из Шимкента доступно? Да, 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 необходимо купить будет перелет Шимкент-Сочи, то есть там удобная стыковка, буквально там в пару часов Актау, и будете в Сочи, там вообще чудесно. Сама купалась в Черном море, вода теплая. Спасибо, что делаете нам Черное море хоть немножко ближе. Спасибо, Саида. Ну а вообще, насколько это направление популярно в последнее время? Ой, вы знаете, я вот тоже выступала на конференции, когда вот только-только мы планировали открывать, и все туристы, они были счастливы, что открываются эти направления, и на данный момент оно пользуется прям популярностью, то есть загрузка хорошая, и это очень радует. Здорово. Вот есть определенные правила, что можно проносить на борт. Да, конечно. Вот идет человек, что категорически нельзя? Ну вот я скажу про нормы вообще провоза багажа тогда. Нормы провоза бесплатного багажа – это 20 килограмм, и также вы можете взять с собой ручную кладь, не более 5 килограмм. В ручную кладь нельзя с собой брать колющие, режущие предметы, жидкости, не должны превышать более 100 миллилитров. Также какие-то взрывоопасные вещества. Вот, то есть нельзя брать. А так… Просто некоторое время назад, я помню, была история, говорили, что запрещено провозить даже смартфоны и ноутбуки, то есть аппараты, которые содержат вот эти вот особенные батареи. Сейчас как с этим? Я вот, знаете, буквально вот да, с России вылетала, и там предосмотры проверяли, то есть сканируют обязательно ноутбук, то есть ты его достаешь, смартфон сканируют, и ну это хорошо, то есть так делают, в целях безопасности это необходимо, да. Я согласна с вами. Ну а тоже какое-то время назад, по-моему, с российскими авиакомпаниями было, что больше полутора литров воды нельзя проносить на борт. Полтора литра воды на борт? Да, ну вот в баклажке что берет? Вообще нельзя провозить жидкость, то есть в ручной кладе, да, не более ста миллилитров. То есть даже маленькая баклажка воды, ты ее не пронесешь? Даже вы купите духи, например, где-то... В дьюти-фри? Да, нет-нет-нет, в дьюти-фри это можно, потому что вы уже прошли до стерильной зоны, в дьюти-фри можно. Если вы купите и попытаетесь провести ее, то у вас, конечно, служба досмотра аэропорта не остановит, и просто вы оставите свои духи дорогостоящие. Не раз такое было, поэтому лучше не рисковать, запаковывать это в багаж, как-то там специальными пленками, и быть спокойным, уверенным, что все будет хорошо. Ну а к вам пассажиры с жалобами не обращались, что вот упаковали багаж, а он там распотрошенный пришел в итоге или еще что-то, или вообще потерялся? Бывают такие моменты, конечно, это же в любых сферах такое бывает, обращаются и звонят в код-центр, конечно, наши ребята это все отрабатывают оперативно и пытаются сделать все максимально удобным для пассажира. Ну спасибо, что были сегодня с нами. Ваши пожелания всем, кто нас сейчас смотрит? Саида, спасибо большое за приглашение, это, во-первых, очень приятно присутствовать в вашей студии. Для всех зрителей телеканала АТРАР я пожелаю огромного счастья, чистого неба над головой, больших высот, верьте в себя, и, конечно же, пользуйтесь услугами авиакомпании СКАД. Как раньше был слоган, совсем другой. Ну спасибо, всего доброго. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова